Жители Малых Перемерок готовились к уборке урожая. Но собрать выращенные за лето плоды так и не получилось. В их огородах разлились озера. Теперь добраться до теплицы можно только что на лодке. Но даже в этом случае собранный урожай в пищу не пригоден. Вода отравлена. Еще в субботу ничто не предвещало беды. Жительница дома номер 12 в Малых Перемерках Нина Пискарева занималась домашними делами, когда к ней прибежал сосед. Пришел, говорит, нет, ты не чувствуешь запах, нехороший запах у дома. Я говорю, я чувствую, не пойму чего. Он говорит, пойдем на огород. Мы с ним вышли на огород. Здесь уже не пройти, не пройти. Все вот там плавает, ну вот в дерьме, в дерьме все плавает. Затопленные участки, а их набралось уже пять, частный сектор. Люди живут в них и зимой, и летом. Единственный источник питьевой воды в этих домах – колодцы, в которые отравленная вода уже попала. В субботу, когда в Малых Перемерках разлились зловонные озера, многих не оказалось дома. Вернувшись, хозяева участков испытали шок. А вы себе не пришла в 11-й? Что, глянула, у меня уже вся теплица плавает в воде. У соседей колодец, вот у нас на двоих. Он затопленный. Все. А как теперь туда? Ему уже пользоваться не будешь, его нужно будет вычищать. И за свой счет это тоже накладно. Мы пенсионеры все. Убрать урожай, удобренный нечистотами, конечно, возможно. Например, вооружившись резиновыми сапогами. Но сделать это Нина Пискарева вряд ли сможет. Женщина передвигается с палочкой. И есть ли смысл его собирать? Ведь в пищу морковь и тыкву по своей воле употреблять никто не станет. У меня в этом большой урожай тыквы. У меня штук 15 огромных тыкв. Морковь. Вот не выкопана морковь. А вот сейчас уже низ, я чувствую, что она будет в этом дерьме. Морковь-то... С момента происшествия прошло уже три дня. Но пока смертящие озера убирать никто не собирается. Самой же воде деваться некуда. Дождливая погода усугубляет ситуацию. Попытки местных жителей восстановить справедливость пока не увенчались успехом. Бригада аварийной службы «Тверь-Водоканал», как заверили Нину Пискареву по телефону, должна была выехать на место происшествия еще в субботу и устранить аварию. Но уже в воскресенье жители частного сектора получили новую порцию зловонной жижи. Женщина мне говорит, вы знаете, бригада выезжала, перекрыли там эту дрянь, перекрыли. Теперь они приедут в понедельник продолжать дальше работы. А в понедельник прихожу, огород, вы видите, плавает в этом дерьме. И никаких мер, никаких мер, я не понимаю. Если перекрыли, а вода дрянет, все прибывает и прибывает. Испортив воду, воздух и жизнь местным жителям, сотрудники «Тверь-Водоканала» обязаны сами возместить моральный и материальный ущерб, посоветовали Нине Пискаревой обратиться в центр дезинфекции. Якобы там ей помогут вернуть землю в пригодное для посадок состояние. Как нам стало известно, стоить это будет 60 тысяч рублей, которых у пенсионерки просто нет. На каком основании «Тверь-Водоканал» решил, что женщина должна сама платить неподъемную для нее сумму, неизвестно. Дозвониться сегодня «Водоканал», чтобы получить официальный комментарий, нам не удалось. Телефон молчал весь день. По всей видимости, вернуть совесть организации и возместить ущерб Нине Пискаревой удастся только через суд. Екатерина Карпова, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.